Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Четыре небольших участка тлеют на территории воинской части в Балаклее, Харьковской области. Об этом ЮЭТВ сообщил начальник пресс-центра областного управления по чрезвычайным ситуациям Игорь Лупандин. По его словам, продолжает работать спасательная техника, пожарные танки, авиация. Вертолеты сбрасывают воду с воздуха. Сейчас ситуация в Балаклее спокойная. Ни одного взрыва не слышно. Распространение огня дальше по территории этого нет. Где четыре локальных участка работают пожарные танки вооруженных сил Украины. Наша техника заполняет эти танки водою. На сегодня там работали и вертолет Ми-8, который базируется в Харьковском аэропорту. И самолет. Было шесть сбросов воды. В радиусе там 10 километров, там где есть автодороги, там ограничен проезд. Железнодорожный транспорт возобновлен, работает в штатном режиме. Огонь на территории военной части в Балаклее вспыхнул вчера днем. Загорелась сухая трава на технической площадке с неразминированными снарядами, сообщили в Министерстве обороны. К вечеру пожар локализовали. В целях безопасности в радиусе 30 километров временно запретили полеты. По факту пожара на арсенале военная прокуратура возбудила уголовное производство по статье, связанной с халатностью. В Балаклее военные склады горели и в марте прошлого года. Тогда в результате пожара сдетонировали боеприпасы. Были повреждены более 200 зданий, в том числе жилые дома. Под завалами погиб один человек. По факту взрывов арсенала СБУ открыло уголовное производство по статье «Диверсия». Локализовали пожар и в Черниговской области. Там загорелось 20 гектаров леса недалеко от воинской части в Гончаровском, где есть склады с боеприпасами. По информации спасателей, вспыхнула лесная подстилка. Затем огонь перекинулся на молодые хвойные деревья. Площадь возгорания уменьшили. Тушение пожара продолжается. Угрозы военным складам и населенным пунктам нет. На ликвидацию пожара оперативно была привлечена авиация ГСЧС Украины. В частности, самолет Ан-32П и вертолет Ми-8, которыми было осуществлено 18 сбросов воды. Кроме того, было привлечено 26 единиц техники и 138 человек личного состава. Три раза за ночь боевики обстреляли позиции украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил пресс-офицер Центра объединенных сил Александр Петрук. В течение прошедших суток оккупанты 21 раз открывали огонь из оружия, запрещенного минскими соглашениями. Сосредоточились на трех участках обороны. Это район Донецка, Светодарская, Дуга и Приазовье. Среди украинских военных нет ни погибших, ни раненых. По данным украинской разведки, в рядах противника двое убитых и трое раненых. Бывшего охранника беглого экс-президента Януковича Дмитрия Иванцова допрашивают в Оболонском районном суде Киева. Там продолжают слушать свидетелей со стороны защиты по делу о госизмене бывшего президента. Допрос проходит в режиме видеоконференции из аннексированного России и Крыма. Подробности узнаем у Игоря Меделяна. Он на прямой связи со студией. Игорь, о чем рассказал свидетель? Лен, сначала расскажу о том, что весь этот час Дмитрий Иванцов отвечает на вопросы защиты. В частности, рассказывает свою версию событий конца 2013-2014 годов. По его словам, в декабре 2013 года кортеж Януковича еще ездил из Межигория, его резиденции, в Киев на рабочее место в штатном режиме. Однако уже с января 2014 года, после того, как протесты получили новый виток, кортеж Януковича ездил уже в специальном режиме. В принципе, часто машины двигались в общем ряду, в общем транспортном потоке. Также, по словам Иванцова, машины старались использовать довольно-таки неприглядные, чтобы не привлекать к себе внимания. Также, по словам Иванцова, который дает сейчас свои показания из аннексированного Крыма, Виктор Янукович до последнего оставался на своем рабочем месте. Сам Иванцов покинул Украину вместе с ним. И вот также, по словам Иванцова, когда наступил пик протестов, это было именно 19 февраля 2014 года, было совершено якобы первое нападение на одну из машин кортежа Виктора Януковича. Это была машина государственной охраны. Тогда протестующие, по его словам, разбили в ней окна и причинили некоторый ущерб в виде вмятин. В принципе, сейчас ожидаем, когда сторона обвинения приступит к допросу свидетеля, и заседание пока еще продолжается. Лена. Спасибо, Игорь. С нами на связи был наш корреспондент Игорь Меделян. Он следит за событиями на 49-м заседании суда по делу о госизмене беглого президента Януковича. Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в Украине 29 мая. Заседание пройдет по инициативе Польши. Об этом заявила постоянный представитель страны при организации объединенных наций Жоанна Вранецка. В последний раз ситуация в Украине обсуждалась на заседании Совбеса ООН в феврале 2017 года. Тогда большинство стран осудили российскую агрессию и призвали Кремль повлиять на боевиков на оккупированном Донбассе. До 143 возросло количество погибших в результате бури и града на северо-западе Индии. Об этом сообщили местные власти. Большинство погибших из-за обвала потолков и стен в домах. В северных штатах страны объявили чрезвычайное положение. Там молния ударила более 40 тысяч раз. Скорость ветра достигает 130 км в час. Разрушены десятки зданий, оборваны линии электропередач, повалены деревья. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни бури не прекратятся. Чрезвычайное положение ввели на острове Гавайи. Там извергается вулкан Килауэа. 10 тысяч местных жителей эвакуируют из населенных пунктов. Об этом сообщила местная служба гражданской обороны. Накануне на острове произошло землетрясение магнитудой 5. После этого вулкан выбросил пепел и лаву. Килауэа местные жители называют местом обитания гавайской богини вулканов Пеле. Интерактивная площадка, где каждый найдет занятие по душе. В киевском телецентре открылась фан-зона песенного конкурса Евровидения 2018. Здесь зрители не только увидят трансляцию шоу на больших экранах, но также споют в караоке, посетят лекторий, увидят костюмы украинских артистов. В этом году шоу пройдет в Португалии. Ее представители активно принимали участие в оформлении украинской фан-зоны. На ее открытии побывала Тамара Кононенко. Первой на сцене фан-зоны выступает Ирина Василенко, более известная под псевдонимом Вильна. Девушка и сама мечтала представлять Украину на Евровидении 2018 и даже стала финалисткой национального отбора. Конечно, нам очень хотелось попасть на Евровидение, презентовать свою музыку миру, а также отстаивать честь Украины. Но все печальные эмоции уже в прошлом. Я считаю, нам нужно поддерживать Меловина, который поехал, и мне очень хочется, чтобы он показал максимальный результат. Фан-зона в здании телецентра – это интерактивная площадка, где каждый найдет занятие по душе, говорят организаторы. Здесь можно увидеть шоу на больших экранах, спеть в караоке, пообщаться с украинскими исполнителями. Это впервые в истории песенного конкурса устраивают фан-зону где-то за пределами страны-хозяйки и принимающего Евровидение города. В прошлом году мы устраивали Евровидение в Украине, и в Киеве также была фан-зона. Нам невероятно понравилось, и мы захотели организовать ее снова. Украшением фан-зоны станут костюмы артистов. Например, в этом наряде фронтмен группы «Оторвальк» выступал на Евровидении в прошлом году. В экспозиции несколько десятков сценических образов участников нацотборов и Евровидения разных годов. Уже в мае конкурс будет принимать Португалия. Посольство страны приняло активное участие в организации киевской фан-зоны. Подготовила мастер-классы по португальскому языку и выставку со снимками самых известных достопримечательностей Португалии. В фан-зоне мы пытаемся передать как можно больше информации о Португалии, о ее прекрасной столице Лиссабоне, еде, фестивалях, культуре и многом другом. Также в телецентре можно увидеть вот этот символ победы. Его Джамала привезла в 2016-м из Стокгольма, и сегодня этот микрофон занимает почетное место в музее телевидения. Фан-зона Евровидения в Киевском телецентре будет работать до 16 мая. Вход свободный. Тамара Каноненко, Дмитрий Гришко, UATV. Эту и другую оперативную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Субтитры создавал DimaTorzok